Павел Николаевич, как судебное решение исполняется? Народ помогает? Народный миллиард собирает? Народный миллиард собирает, но наши враги из Рота Агро и вот эти вот так называемые, ну они же и финансируются, миноритарные акционеры и Рота Агро, они оспорили же в суде. И пока достаточно они в судах российских наших выигрывают все. То есть вот они совершенно спокойно могут доказать уже, судя по всему, что я сбил малазийский Боинг. Или там, не знаю, что там нанес ущерб, ну даже не знаю, кому теперь. Поэтому мы, к сожалению, все в судах. Вот видите, у меня там лежит список. Каждый день, вот сегодня у нас четыре дела в суде, завтра два, послезавтра два, послезавтра три. И так каждый день, потому что их главная задача разрушить хозяйство, обанкротить его. И поэтому количество судебных исков к нам уже перевалилось за 130, а судебных заседаний за 700 уже перевалило. И вот это вот Рота Агро, вот эти вот миноритарные так называемые акционеры, которые были спонсированы еще тогда, еще три года назад ими, они продолжают свою грязную работу. Ну, видишь, мы же работаем. Ты же видел поля, как у Марии. Поля замечательные. Вот как-то это затруднило, сбор средств? Конечно, конечно. Люди же, ну, это же дестабилизация идет. Им начинают говорить, что вот, не перечисляйте деньги, все равно они пропадут. Но мы сейчас, я думаю, вот попытаемся выиграть второй процесс, я имею в виду апелляцию, потому что там вообще, то есть, понимаете, люди, которые не имеют никакого отношения к, ну, отношения между теми, кто жертвует и теми, которые, и тем, кто получает, вдруг оспорили. У них нет оснований, нет предмета, но, несмотря на это, судья видновского городского суда, в привычной манере, без всяких оснований, принимает какое-то решение, которое вообще рядом не лежало с законом. Ну, они даже, вот, судя по всему, после того, как она приняла, она в течение пяти дней должна была отписать это решение. Уже прошло 15, а решения нет. То есть, мотивированная, да? Ну, да. То есть, объявленная, но пока она не может написать. На самом деле, потому что мотивации там никакой не может быть поопределению. Вот, но... А что оспорили эти манере коллеги? Ну, они посчитали, что это не оплата за Грудинина, а это дарение совхозу Ленин. То есть, люди, которые писали, что за Грудинина, по такому-то делу, платежках, да, они все неправы, все их ходатайства были отклонены этих людей, в суд их не допустили. Вот. И судья каким-то образом признала, что это дарение совхозу. То есть, по сути, деньги людей, которые они за вас вносили по судебному решению, присвоили... Ну, слушай, это абсолютно незаконное решение. Другое дело, что последние два с половиной года мы наблюдаем, что все решения по совхозу, они все политически мотивированы. Они никакого отношения к закону не имеют, что дела раздели, имущество, фиктивная инвалидность, все что угодно могут придумывать. Судья там совершенно противоположное решение может принимать в угоду всем рейдерам. А рейдеры, в свою очередь, совершенно спокойно себя ведут, потому что они нарушили все законы, которые только можно, но, несмотря на это, прекрасно себя чувствуют, живут и еще и хвастаются нашими победами. То есть, мы что-то делаем, а они рассказывают, что это мы сделаем. Да, я слышал по-сыру. Ну, это много факторов. Другое дело, что, знаешь, как, наше же дело правое, рано или поздно мы все победим. Вопрос только, к сожалению, именно власть, которая должна следить за законностью, смотреть, чтобы предприятия развивались, чтобы их не захватывали, не уничтожали. Власть, она каким-то образом закрывает глаза на очевидные нарушения, ну, еще и плюс еще, награждает рейдеров. Делает их депутатами, всячески поддерживает, награждает наградами, различными орденами, ну, это ладно.